На телеканале Губерния 33 программа на всю Владимирскую. Я Борис Пучков. Здравствуйте. И наши гости сегодня старший инспектор отделения профилактической работы УГИБДД России по Владимирской области Павел Никитин и председатель младежного правительства Владимирской области Игорь Савельев. Я рад приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте. 18 октября сегодня во Владимире и в области стартовала пропагандистская кампания «Взятка нам не по пути». В рамках этой акции я знаю, что в регионе должно пройти огромное количество разных мероприятий. Это и флешмоб, это и социологические опросы, и всевозможные рейды. Я предлагаю сначала посмотреть сюжет, а потом вернуться в студию и приступить к разговору. «Взятка нам не по пути». Под таким названием во Владимире стартовала широкая пропагандистская акция. С 18 по 24 октября сотрудники УМВД совместно с ГИБДД проведут ряд мероприятий, цели которых — искоренение взяточества среди сотрудников госавтоинспекции. Не то чтобы проблема наболела, но не замечать ее тоже неправильно, считает инспектор управления ГИБДД по Владимирской области Михаил Маслов. Я бы не сказал, что проблема стоит достаточно остро, но она существует, эта проблема, и поэтому необходимо принимать максимальные меры для того, чтобы постараться снизить до самых минимальных показателей возможных, которые могли бы быть. Самая действенная мера для борьбы со взятками — видеорегистратор. Несколько лет назад все патрульные машины инспекторов ДПС снабдили оборудованием для аудио- и видеофиксации, как снаружи, так и в салоне автомобиля. Общаться с водителями сотрудники госавтоинспекции должны как раз в поле видения камеры. Инспектор ДПС Андрей Алексутин уверен, после фразы «работает видеорегистратор, рука проштравившегося автомобилиста в кошелек не потянется». «Ну, это сразу как-то пресекается, сразу им объясняют, что в патрульном автомобиле, если ведется запись, они уже этого как-то боятся. То есть они уже это все знают, и деваться-то им некуда. Ну, на моей практике не было такого, что сели в патрульный автомобиль, давай там предлагать еще чего-то. Нет, не было такого». Запись с регистратора патрульные сбрасывают на отдельный носитель. Она служит доказательной базой, если вдруг нарушитель придет настаивать на своей невиновности. Конечно, видеонаблюдение, как и сама акция, не панацея. Рядовые автомобилисты, например, с сомнением относятся к честности госинспекторов. Таков стереотип. Хотя водители признаются, лучше сразу на месте отдать деньги, чем потом платить штраф, хоть и на меньшую сумму. Удивительно, но бумажный лакита пугает водителей больше уголовного преследования. Хотя статья 291 Уголовного кодекса предусматривает штраф до 4 миллионов рублей или 15 лет колонии за дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу. Ну, я ехал на машине, на грузовой, и меня остались сотрудники ГВДД. У меня страховки не было, я ему пытался дать 500 рублей, и он меня задержал. И приехал потом. Полиция приехала, меня увезла в отдел, и там повели разъяснительную беседу, что нельзя взятку давать. Так что есть еще честные полицейские в нашей стране, которые не берут взяток. Дело в том, что иногда бывают такие ситуации, когда тебе проще решить те же вопросы, по сути, теми же деньгами, тем более, если серьезное правонарушение, теми же деньгами, либо, может, меньшими деньгами, для тебя это легче, да, решить на месте, чем, как бы, ну, потом это все усложняет себе, и потом будут проблемы. В рамках акции «Взятка нам не по пути» госинспекторы проведут профилактические беседы с водителями, раздадут в автохозяйство памятки. 21 октября студенты Владимирских вузов устроят одноименный фэшмоб и встанут около дорог с плакатами против маздоимства. Кроме того, с 18 по 21 октября с 14 до 16.00 работает горячая линия по номеру 40-43-89. Екатерина Зинурова, Виталий Сергеев, Губерния, 33. Павел, ну вот прежде чем поговорить об акции, вот здесь в сюжете четко прозвучало, что инспектора ГИБДД есть честные, есть те, которые вроде как берут взятки. Вот эта проблема в ГИБДД, она преувеличена или действительно она настолько острая, что необходимо, чтобы проходили подобные профилактические мероприятия, на ваш взгляд? Острые проблемы я не вижу на данный момент, но тем не менее профилактические мероприятия проводить стоит. И в том числе и с гражданами, которым надо объяснять об уголовной ответственности за нарушение закона в этой сфере. Соответственно, такая работа у нас впервые в таком объеме проводится, такая акция на территории Владимирской области. Хотелось бы получить от нее максимальный результат, соответственно, провести работу и с организациями, которые осуществляют работу на транспорте. Это и пассажироперевозчики какие-то, и возможно, ну я думаю, что определимся с этим списком организаций. Ну и соответственно, как-то более быть открытыми для народа, поднять эту проблему, осудить. То есть, на ваш взгляд, проблема есть, но не настолько, то есть она, скажем так, раздута? Она есть, но она всегда будет. Пока есть инспектор на дороге, пока есть нарушитель, для которого выгодно договориться с инспектором, чтобы избежать административной ответственности. Ведь если брать тяжкие нарушения, например, административного законодательства, серьезные такие, как отказ от прохождения медицинского свидетельства, управление в состоянии алкогольного опьянения, зачастую нарушитель ставит под угрозу свою жизнь, да, потому что у некоторых работ связано с управлением транспортного средства. Им, конечно, выгодно договориться. Я думаю, что процентов 60-70, наверное, не инспектор на дороге вымогает взятку, он нарушитель, а именно нарушитель предлагает инспектор. То есть мы говорим о подстрекательстве к даче взятки, так получается? Илья, на ваш взгляд, вот подобные профилактические компании, насколько они необходимы? И вот ваша точка зрения? Ну, именно профилактические компании, они должны быть во многом системными. То, что инициатива по таким компаниям идет, например, от правоохранительных структур, в частности ГИБДД, это можно только приветствовать. Почему даже в сюжете было указано, что человеческий фактор присутствует. То есть во многом есть тот, кто дает взятку, тот, кто берет взятку. Чаще всего инициативы от кого исходят? Кто-то, наверное, дает взятку. То есть в этот момент, вот сейчас люди сами сказали, что им, допустим, часто удобнее так сделать, комфортнее. То есть это входит в привычку. То есть не нужно заполнять никакие бумаги, вот этот волокита, деньги дал, поехал дальше. Несмотря на то, что уже сейчас норму предусмотрели, то есть заплати штраф ранее, чем необходимо, то есть 50% скидка, по сути, уже скидки дают непосредственно за штрафы. И все равно проблема, она есть. То есть профилактические эти мероприятия, они дают свой эффект. Я знаю, что мы проводим различные мониторинги в рамках своих проектов, отдельно могу рассказать о них. То есть мы видим, ну как это не горько звучит, например, когда даже молодежь путем опросов выявляет, личные беседы и так далее, они уже, глядя на своих старших коллег, товарищей, родителей, родственников, говорят, что это норма, проще, быстрее сделать и тому подобное. Опять-таки человеческий фактор, по большей части от кого? От того, кто взятку предлагает непосредственно. Как от этого избавиться, от этого стереотипа проще дать взятку и без проблем поехать дальше, нежели заплатить тот же штраф? Вот на ваш взгляд, это может быть недостаточное знание законов, потому что, например, в этом сюжете молодой человек не знал, что существует уголовная ответственность за дачу взятки. На ваш взгляд, может быть, стоит вот этот вот пробел заполнить? То есть люди должны знать о том, что есть уголовная ответственность, достаточно серьезная. Ну тут вопрос, наверное, ментальности нашей, причем тут надо обобщить все-таки, допустим, российской, да, то есть, у нас любят показательные примеры. Допустим, если информационно хорошо, допустим, осветить тему, связанную с тем, что человек построил задачу взятки, да, и как бы был он нужен там соответствующий штраф или еще более там, допустим, до уголовной ответственности дошло, да. Соответственно, мне кажется, вот такие моменты, если люди будут видеть, что действительно кто-то страдает от этого, они могут как-то влиять профилактически. А когда, например, просто, ну это сходит в обыденность некоторую, да, то есть можно разговаривать, можно приводить там статью уголовного кодекса и так далее, да, но это все пока на уровне разговоров проходит. Поэтому, если это системно делать, это влияет. Если это точечно, например, делать локально, то это, ну, может влиять только какое-то время. А был ли в вашей жизни, например, случай, когда, общаясь со своими друзьями, приятелями, вот в разговорах упоминалась какая-то ситуация, когда ваш там друг или знакомая, например, рассказывали о подобной ситуации, когда были остановлены сотрудником ДПС и вот таким вот образом поступили. Ну, не по закону, дали деньги и поехали дальше. Что, были ли и какая ваша реакция, как вообще разговор происходил? Были ли такие случаи? Ну, я так скажу, случай был, ну, естественно, без фамилий, да, то есть, и могу сказать то, что в принципе, в принципе, мы знали и в этом плане осудили человека за то, что он предлагал, по какой причине? Он очень азартно водит автомобиль. То есть, ну, такие водители, мы знаем, как говорится, до случая, за рулем находятся, да, не дай бог это будет, приведет к какой-то, допустим, ситуации по причинению вреда, допустим, здоровью другого человека, да. Естественно, это требует осуждения, но когда вот мы знаем уже, то, что человек так ведет себя на дороге, да, безусловно, мы осуждаем это. И осуждали в беседе. Павел, вот эта пропагандистская кампания, взятка нам не по пути, в нашем регионе, она пройдет с 18 по 21. Сегодня старт. Какие мероприятия будут проходить в областной столице, в районах, можно об этом поподробнее сказать? Ну, про флешмоб вы уже сказали, с участием студентов, с включением общественности. Соответственно, будут еще приведены разъяснительные беседы с работниками транспортных организаций. Ну, и мы круглосуточно, у нас работает телефон правовой консультации в УГИБДД 404389. Люди могут позвонить с 9 до 5, получить консультацию правовую на вот эту тему, которую мы сегодня обсуждаем. 404389, телефон горячей линии. Да, 404389, телефон горячей линии. То есть, если у человека возникла какая-то ситуация дорожная, в которой так или иначе были замешаны сотрудники? Не совсем так. Если возникает какая-то ситуация, нехорошая на дороге, соответственно, сотрудники в этом замешаны, лучше звонить на телефон доверия, который у нас есть в УГИБДД России по Владимирской области. А, может ли я звонить телефон? 35, 40, 49. Круглосуточно им ответят оперативные дежурные, зарегистрируют их обращение, и оно потом будет использоваться в дальнейшем для проведения каких-то мероприятий, в том числе сотрудниками оперативно-зассканной части, собственной безопасности. Павел, вот на вашей памяти самое громкое коррупционное дело, в котором, например, был замешан инспектор ДПС или сотрудник ГИБДД? Ну, за этот год, в начале года у нас было громкое коррупционное дело, 17 эпизодов, кабинетный работник одного из районов Владимирской области, соответственно, у него брал взятки, мошенничество, у него было налицо превышение служебных полномочий. На данный момент этот человек находится под арестом, ведутся следственные мероприятия. В скором времени материалы уголовных дел будут переданы для принятия решения в судебные органы. Я помню, если мне не изменяет память, в феврале 2016 года в интернете на ютубе была выложена видеозапись, она называлась «Взятка в кулачке». Вот известно что-нибудь об этом достаточно громком деле. Насколько я помню, проводилась доследственная проверка. Какие результаты, может быть, вам известны? Была проведена проверка. Лица, участвующие в этом видеоролике, а также их командиры, в том числе за отсутствие контроля, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Некоторые уволены с органов внутренних дел. Некоторые ушли самостоятельно на пенсию. Часто ли так бывает, когда вам приходится реагировать не по обращениям, а по каким-то подобным видеоматериалам, выложенным в сети на страничке в интернете? У нас проводится мониторинг средств массовой информации ежемесячный. И все негативные публикации в отношении сотрудников госавтоинспекции, которые находятся на ресурсах интернет, в том числе в печатном варианте, либо по телевидению прошли, они нами отслеживаются, проводятся проверки, соответствующая документация составляется. То есть никакие, по большому счету, публикации, они не проходят бесследно, незамеченно. Игорь, такой вопрос по поводу вот этой кампании, которая сейчас у нас проходит во Владимирской области. Я знаю, что молодежь не принимает самоактивное участие. Можно об этом поподробнее рассказать? Надо сказать, что молодежное правительство Владимирской области, так сложились волей и случая обстоятельства, что мы с управлением ГИБДД Владимирской области работаем очень плотно и в разных контекстах. В частности, есть такой у нас молодежный антикоррупционный проект, уже год идет, совместно со специалистами из правоохранительных структур, юристами, с управлением по вопросам борьбы с коррупцией администрации Владимирской области. Мы проводим различные мероприятия, от лекций открытых до 250 человек доходили, до круглых столов, разъяснительных бесед с учащимися учреждений образовательных областей. Соответственно, управление ГИБДД, я о системе говорил, они уже принимают участие достаточно давно. Сейчас просто вот это как-то вышло более, так скажем, в информационное поле, так как у нас вот эта акция была озвучена. И в рамках этой акции мы, в частности, 20-го числа выезжаем в Судогодский район, в Муромцевский, из Хостехникум, там будет как раз продолжаться молодежный антикоррупционный проект. Заедем в автотранспортные предприятия, раздадим вот эти памятки, проведем разъяснительную работу, лекцию, беседу, раздадим опять-таки информационные материалы с учащимися эту технику. А где, в каких районах это будет приходиться? Это вот Судок, да, мы сейчас охватываем, значит, сейчас пока согласовывается еще там по районам различные. Судок, да, мы вчера согласовали уже 100%, это, значит, получается, наш Судогодский район, да. И, ну, Владимир, мы принимаем непосредственно участие само собой. То есть это просто сейчас, я еще раз повторюсь, вышло, так скажем, в более публичное поле. А эта работа велась, и управление ГИБДД с нами взаимодействует, они, можно сказать, наши одни из ключевых партнеров области. А во флешмобе, который будет в областной столице приходить, будете принимать участие? Конечно, да, и студенты, вузов, там я сам как преподаватель, естественно, да, то есть агитирую студентов принимать участие. А если не секрет, а как все это будет происходить, потому что уже сейчас какие-то слухи, даже вот место точно неизвестно, театральная площадь, соборная площадь, где это все будет, если можно приоткрутить завесу тайны? Нет, я думаю, что, так скажем, в рамках того, как мы проводили подобные акции, да, тут важен очень эффект неожиданности, потому что, когда вот мы проводили акцию и вместе с детьми, и с учащимися учебных учреждений это делали, да, то есть, соответственно, для водителей был какой-то двойной эффект, потому что, если это информационно уже было, там где-то в поле, да, они знали бы, допустим, были как-то психологически готовы и тому подобное, да, когда вот такие акции проходят, они не готовы с точки зрения, значит, согласования мест и тому подобное, да, соответственно, они эффект однозначно больше имеют. А кто из студентов, какие учебные заведения будут принимать участие? Владимирский госуниверситет будет принимать участие непосредственно, вот сейчас мы по Владимирскому филиалу РАНХИКС и Владимирскому филиалу ФИНУниверситета тоже работаем, да, то есть, ну, естественно, в таких акциях интересно принимать участие студентам, которые получают профильное образование, то есть, допустим, юристам, да, потому что они хоть какую-то на практику цепляют, да, чуть-чуть посорокасаются, где-то могут консультацию получить, да, так, ну, в работе, потому что наверняка из них кто-то будет в прохраненной системе работать, то есть, в рамках, может быть, даже и управления ГИБДД, там, да, соответственно, конечно, на них акцент в основном делается, им это интереснее. Если ребята захотят принять участие в этой акции, как они, они могут узнать, какая-то информация где-то есть? На сайте управления, значит, уже размещена информация, можно посмотреть. Павел, а как сами сотрудники ГИБДД, инспектара, просто сотрудники ДПС относятся к подобным мероприятиям? Не цепляет ли их то, что вот, может быть, излишнее внимание, может быть, и вот, как они реагируют? Однозначно сказать я не могу, потому что не знавал, как они реагируют. Мне кажется, ничего там зазорного нет, тема злободневная, ее надо обсуждать, ее надо поднимать. Вообще, как бы, положительный образ сотрудника полиции нас создавать, нужно быть ближе к обществу. Поэтому, мне кажется, ничего там страшного нет, что такие темы у нас затрагиваются, и такие акции проводятся, обсуждаются. А на ваш взгляд, при помощи чего можно вот этот положительный образ создать, и какой он положительный образ, пусть не идеального, но вот такого хорошего, ну, не знаю, там, дядя Степа, например, вот такой вот персонаж? Ну, прежде всего, нужно быть ближе к народу, мне кажется. Они должны видеть сотрудники полиции, прежде всего, помощника на дороге, а не какой-то карающий орган, там, я не знаю, ГИБДД. Ну, соответственно, такие факты, они не должны иметь места просто на дороге, потому что у людей, которые с этим столкнулись, мне кажется, надолго отпечатывается в памяти, что они видели именно такого сотрудника полиции, и уже ассоциируется вот этот опыт, наверное, со всеми сотрудниками. Поэтому надо как-то искоренять это явление. Игорь, я знаю, что у вас, у молодежного правительства есть свой антикоррупционный проект, совместный, можно о нем поподробнее рассказать, что это за проект? Ну, я чуть коснулся. Да, и как вот он работает, интересно было бы узнать. Ну, этот проект во многом, он, я еще раз повторюсь, такой, наверное, по большейности профилактический, разъяснительный. Да, то есть мы разъясняем нормы наших уголовного кодекса, в частности, да, то есть там где-то гражданского кодекса, которые касаются поведения, значит, в процессе, допустим, дачи взятки, да, должностному лицу в том числе, да, в процессе, например, даже каких-то банальных моментов финансовой грамотности человека. То есть, да, допустим, вот некоторые считают, вот как сейчас было сказано в видео, да, то есть, допустим, мы дадим взятку, сэкономим на этом, да, то есть они не верят ответственности в дальнейшем, которая может быть в том числе и материально, она выше, эта ответственность, да. Мы показываем, значит, положительные примеры, как, допустим, люди, которые, ну, есть все-таки и в нашей среде, те, кто, допустим, считают, что это неправильно, категорически неправильно, да. У них эта система ценностей, она устойчивая, если человек в это верит, то есть он может людей тоже психологически немножко настроить, да, и даже, я скажу, что прилично настроить, да. Тем более надо хватать вот этот возраст, ну, почему направленность в основном берем на студентов, даже вот есть сейчас акцент, пробовали это делать в школах, потому что они видят, пока еще формируются как характерные, да, видят родителей своих, видят вокруг все, да, то, что там даже он, там где-то в медицинских учреждениях, еще где-то человек там вне очереди, по-другому как-то решил вопрос, там, и тому подобное. И они это воспринимают как норму, то есть, и вы вот сейчас затронули момент, да, сложился же негативный образ. Конечно, да. Потому что в обществе негатив, он всегда сильнее позитива, то есть мы как бы привыкли, там, у одного проблемы возникли, да, там, его наказали как-то неправильно, как он считает, и он это все растиражировал, свое окружение, в прессу это попало и так далее пошло, да, а позитивное, значит, это редко вот показывается, подсвечивается, да, даже вот можно обратную сторону взять, мы делаем акцент на сотрудников правоохранительных органов, а сделайте акцент на того, кто дает взятку, допустим, да. Он же тоже правонарушитель, по факту, в этой сцепке, да, то есть надо и показать, что он неправ в том числе. Подводя итог сегодняшней беседы, что бы вы посоветовали гражданам нашей области и сотрудникам полиции, Игорь? Ну, коротко, если думать о последствиях. Павел. Взаимно. Потому что любое, так у нас гражданин может рассчитывать на административный штраф. Который, в принципе, можно заплатить и ничем себе жизнь не испортить. Придачу взятки он совершает уже уголовно наказуемое деяние. Он может себе жизнь испортить, своему родному, который в дальнейшем как-то будет планировать свою судьбу, связывать с госорганами и так далее. Думать надо в этом случае 10 раз, прежде чем такие вещи делать. Павел Игорь, я вас благодарю за столь интересную и содержательную беседу. Спасибо. А телезрителям напомню, что гостями программы «На всю Владимирскую» сегодня были старший инспектор контрольно-профилактического отделения УГИБДД России по Владимирской области Павел Никитин и председатель молодежного правительства Владимирской области Игорь Савельев. В студии для вас работал Борис Пучков. Все новости, а также выпуски программы «На всю Владимирскую», включая и этот, вы можете посмотреть на официальном сайте trc33.ru. И до новых встреч на телеканале «Губерния-33». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова